В 2010 году никто не использует биткоин, в 2012 только техногики пользуются им, в 2013 только лишь наркодилеры, в 2020 только маленькие компании, а уже в 2021 только небольшие страны. Это эволюция биткоина от неизвестной и неиспользуемой технологии до принятия уже небольшими странами. Я удивлен, что до сих пор люди не видят этого очевидного тренда. Здравствуйте, ребята, и добро пожаловать в новое видео. Сегодняшний выпуск будет большим, но информативным. Мы поговорим о том, как известный биткоин-медведь внезапно начинает менять свое мнение. Поговорим также про один паттерн на биткоине, который тебе обязательно нужно увидеть, а также обсудим новости про кардана, эфириум, XRP и других криптовалют. Если это звучит для тебя интересно и ты хочешь меня поддержать, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, ролику, находить новых зрителей, а мне мотивироваться на создание таких выпусков. Начнем с того, что в этом году золото показало себя не совсем хорошо. За 2021 год оно потеряло около 7% стоимости. В то же время биткоин, даже несмотря на крайнюю коррекцию, прибавил в стоимости почти 270%. Интересно, что на этом фоне одни из самых главных золотодержателей центральные банки продолжают рассказывать сказки. Так, например, первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что биткоин – это финансовая пирамида. Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где кроме себя ему не на кого рассчитывать. Не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете подделать. Набиулина и вовсе заявила, что цифровые деньги даже деньгами называть не хочется. Также в ЦБ РФ уверены в том, что люди, покупающие биткоины, глупые и наивные. Ты можешь как угодно относиться к Илону Маску, но он явно не глупый. Джек Дорси получается тоже глупый, что ли? Как по мне, в мире криптовалюты очень много разумных голов. Те же разработчики, например. Здесь собрались умнейшие люди мира, которые меняют этот мир прямо сейчас. А ЦБ РФ называет их глупыми. Никакого уважения к умам, меняющих мир на глазах. Да даже сам ЦБ только благодаря таким людям сумеет выпустить свои собственные цифровые валюты. Питер Шиф, известный золотозащитник, два дня назад дал интервью известному защитнику биткоина Энтони Помплиано у него на канале. Ссылку на оригинал оставлю в описании. Интересно то, что Питер не стал отрицать возможности продолжения роста биткоина. Также он дал несколько очень хороших советов, но, несмотря на все это, конечно же, скепсис никак не покинет его речи. Оно и понятно, ведь Питер занимается золотом и серебром. У него есть целый сайт, посвященный этому и тому, как купить эти металлы прямо у него. Ведь он владеет золотодобывающими шахтами. А еще 9 октября 2016 года он сказал, что нужно покупать золото, не стоит ждать, покупайте его прямо сейчас, ведь оно готово взорваться и сильно недооценено. Мне стало интересно, насколько выросло золото с тех пор. Объявление Питера Шифа было где-то вот здесь, и с тех пор оно выросло на 36%. Биткоин же за это же время сделал всего лишь жалкие 7167%. Ну да, это не очень-то и много. Как там дела, центральные банки? Я думаю, это происходит потому, что хедж-фонды перестают верить в золото как хорошее средство защиты от инфляции и предпочитают больше биткоин. Именно поэтому золото за эти 4 года выросло на 30%, а биткоин на 7000. Еще раз вдумайся в это. Уолл Стрит больше не думает, что золото это хороший хедж против инфляции. Зато биткоин в глазах Уолл Стрит набирает все больше и больше авторитета. Давай же послушаем это интервью. Оно достаточно противоречивое, ведь то, в чем Шиф обвиняет биткоин, на самом деле также легко применимо и к его покупкам акций или даже бизнеса. Он говорит, что если я куплю биткоин, он вырастет, а затем упадет, я ничего не заработаю. Так акции тоже могут упасть, а бизнес обанкротится. Риски присутствуют везде. С такой логикой, конечно, вообще ничего не понять. Питер, еще одна вещь. Я могу читать твои мысли. Я помню, ты сказал, что если биткоин пробьет 42 тысячи долларов, то он вырастет еще больше. Золото, кстати, вообще не выросло. Пожалуйста, 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 ну купи немного биткоина. Ничего не получится. Ты сможешь сказать, это все он, это все помплиано. Я не виноват, я просто захотел потерять немного денег. Но, если это сработает, пришли мне поздравительную открытку и скажи мне спасибо. Сегодня биткоин стоит 46 тысяч долларов. Посмотри мне прямо в глаза и скажи, что ты не думаешь, что биткоин вырастет еще больше. Больше, чем сегодня? Ну, я не знаю. Но зато я знаю о многих вещах, которые точно будут дороже, чем сегодня. Их я и покупаю. Я хочу покупать то, в чем я уверен, то, что имеет реальную ценность. Например, бизнесы, которые платят мне хорошие проценты. Я не хочу просто играть в азартные игры на биткоине. Ну, конечно, он может вырасти. Но знаешь что? А что если я куплю его, и он вырастет, но я не продам его, и он обрушится? А я даже не заработал ничего. Я последовал твоему примеру. Купил биткоин, он вырос, я держу, он жестко падает, и все. Кому есть дело до того, что перед этим он рос? Ведь ты уже все потерял. Конечно, если не фиксировать прибыли, ты ничего не заработаешь. Ты сделаешь иксы, но не заработаешь. Посмотри мое видео по ссылке в описании, и ты поймешь, как нужно зарабатывать на биткоине. Если ты вложишь 5% своего депозита в биткоин, ты станешь миллиардером. А я смогу ходить и хвастаться. Я сделал Питера Шифа миллиардером. Да, я знаю, ты хочешь, чтобы я вложил 5% в биткоин, чтобы сделать тебя миллиардером. Нет-нет-нет-нет, Памплиано сделал Питера Шифа миллиардером после того, как тот купил биткоин. Вот какие будут новости. Знаешь, как заработать много денег в биткоине? Вложи очень много денег в биткоин. Я не хочу этим заниматься, я не хочу зарабатывать на биткоине, я и так богат. Но я не хочу так же и обанкротиться. Конечно, если я вложу лишь 5% в биткоин, то этого не случится. Вот именно, так что вложи 5%, стань миллиардером и пришли мне открытку. Но я не знаю, может ли биткоин вырасти с текущих отметок? Ну, конечно. Может ли он вырасти до миллиона? Шансов маловато. Все, кто им владеет, уверены в этом. Вот почему они не продают. Хм, Питер Шриф сказал, что есть шансы, что биткоин вырастет до миллиона долларов. Сенсация. Я не думаю, что он будет столько стоить. Разве что будет какая-то гиперинфляция сумасшедшая. Например, несколько миллионов долларов за канистру бензина. Тогда это может случиться. Все возможно. Но мне кажется, что это навряд ли случится. Я никогда не видел такой актив, в котором инвесторы настолько уверены, до каких отметок он вырастет. Это бывает очень редко, чтобы подавляющее большинство оказывалось правым. В биткоине так много людей, которые уверены, что смогут стать богатейшими, просто держа этот актив. Рынки всегда разочаровывают. Большинство инвесторов остаются разочарованными. Я даже думаю, если биткоин и сделает огромное движение, то скорее всего сначала мы увидим большую вытреску, которая заставит покинуть этот рынок очень много людей. Слишком много народа в этом вагоне. Если бы я хотел купить биткоин, я бы подождал этой вытрески, чтобы народа осталось меньше. Я хочу увидеть, например, как микростратегия продает свои биткоины. И вот тогда, может быть, я подумаю, что хочу купить немножечко. С точки зрения тайминга на рынке, я хочу увидеть кровь на улицах. Я не хочу покупать на хайпе, на мании. Я знаю, люди пытаются говорить, что это только начало. О, о начале я знал, я мог бы купить в самом начале. А вот это, это уже точно не начало. Это вообще не похоже на начало. Что ж, Питер, я уважаю твое стремление никогда не сдаваться. А я уважаю твое стремление утонуть с этим кораблем. Уверен, так оно и будет. Мне даже не придется говорить тебе, что я же говорил. Ты сам вспомнишь обо мне. И знаешь что, на всякий случай не вкладывай все свои деньги. От этого зависит твоя жизнь. Вкладывай деньги в разные корзины. Потому что если ты окажешься прав и биткоин действительно так вырастет, тебе не нужно будет столько первоначальных вложений в нем. Но если он провалится, то диверсификация тебя точно спасет. И это совет не только тебе, а всем, кто слушает это интервью. Что ж, с заключением Питера я полностью согласен. Нельзя хранить все яйца в одной корзине. Питер Шрифт сказал также, что ожидает большой вытрески перед продолжением роста биткоина. Он говорит, что на рынке сейчас слишком много людей. И для того, чтобы биткоин рос и дальше, нужна кровь на улицах. То есть просадка, причем масштабная. Давай обсудим прямо сейчас возможность этой просадки на биткоине. Начнем с этого графика, предоставленного Glass Note. Биткоин продолжает выводить с бирж в августе. Масштабы от 75 до 100 тысяч монет в месяц. И это только половина августа прошла. Что это значит? Это значит, что на рынке происходит массивное накопление и аккумуляция монет. Мы видели такие же накопления с сентября 2020 по май 2021. Они обозначены красной диаграммой. Красное это накопление, зеленое это продажа. Очевидно, что сейчас такое массивное накопление, которое приближается к отметкам ноября 2020, приводит к дефициту предложения биткоинов на бирже. На биржах. А значит крупному игроку достаточно просто разгонять цену вверх. Опять же, намек на exit pump и бычью ловушку тоже здесь присутствует. Об этом мы говорили вчера. Давай перейдем к графику биткоина. Здесь я нашел один очень интересный паттерн, который в прошлом повторялся 4 раза. И только лишь в одном случае сценарий не повторился. Я говорю про вот этот случай в 2013 году, когда цена биткоина после массивного забега потерпела вот этот крах. Тогда она стремилась именно к этой 50-дневной средней скользящей. Но не дотянуло до нее совсем немного. И затем образовался второй пик в этом растущем цикле. Да, в этом растущем цикле было два пика. Один локальный и другой окончательный. И я уже давно говорил о том, что возможно, былран 2021 также будет иметь два пика. Если ты смотришь мои видео, ты помнишь об этом. Но давай рассмотрим остальные три случая, которые случились после этого. Собственно говоря, именно в конце 2013-го произошел первый такой случай. После параболического роста цена биткоина перешла в такое же параболическое падение, которое нащупало поддержку именно на этой 50-дневной средней скользящей, откуда мы наблюдали вот этот отскок, который составил 101%. Что произошло после этого? Биткоин провалился ниже этой 50-дневной средней скользящей и ушел в следующее нисходящее движение, которое составило 71,5%. Вот эта ситуация обычно называется бычьей ловушкой. Давай рассмотрим вторую ситуацию, которая произошла в конце 2017-го, начале 2018-го года. Да, она абсолютно такая же. После массивного роста биткоин переживал не менее массивную коррекцию вот здесь, которая закончилась как раз тем, что цена биткоина нашла поддержку на 50-дневной средней скользящей, от которой и отскочила вверх на 60%. После этого цена биткоина пробила 50-дневную среднюю скользящую и ушла в новое нисходящее движение, которое составило тоже около 60%. И, наконец, последняя такая ситуация случилась летом 2019-го года, когда после вот этого массивного забега цена биткоина пережила не менее массивную коррекцию вот здесь, которая в итоге нашла поддержку именно на 50-дневной средней скользящей, от которой и отскочила вверх на 63%. После этого цена биткоина пробила 50-дневную среднюю скользящую и ушла в новый нисходящий тренд, потеряв 55%. Как мы видим, все эти три ситуации очень сильно похожи. И что же происходит прямо сейчас? После массивного параболического роста цена биткоина перешла в коррекцию, которая нашла поддержку как раз-таки на 50-дневной средней скользящей, от которой цена биткоина и отскочила, и уже выросла на 63%. Очень сильно похожи на те три ситуации в прошлом, которые я только что тебе показал. Напоминаю, таких ситуаций за всю историю биткоина было 5 штук, и пятая это та, в которой мы сейчас находимся. И случившейся четырех в прошлом, лишь одна отыграла в сторону роста, все остальные были в сторону падения. Это та самая ситуация, когда в этом растущем цикле было две вершины. Если мы посмотрим на модель с talk-to-flow ratio, то увидим, что единственная такая ситуация, которая отыграла в сторону роста, выглядела на этой модели вот так. Она не добралась до пика цикла, точно так же, как это не произошло сейчас, в отличие от остальных ситуаций. Кроме этого, основные индикаторы также выступают больше забыков прямо сейчас. Это MACD, RSI, T3CCI, а также тот самый хэш-рибонс. Если ты помнишь, в прошлых выпусках мы говорили о коррекциях по Fibonacci. Мы обсуждали то, что цена биткоина должна оттолкнуться от уровня 0.382 по Fibonacci и после этого вырасти до уровня 0.618 по Fibonacci. И уже здесь решать, в какую сторону она должна идти. Так что, как минимум, до уровня 0.618 по Fibonacci, это около 50-51 тысячи долларов, цена биткоина должна вырасти перед тем, как может потенциально случиться коррекция. Ну и самый главный критерий, чего нам ожидать, роста или падения, можно определить следующим образом. Отметь, что из трех из четырех прошлых ситуаций, если 50-дневная вот эта средняя скользящая не удерживалась в качестве поддержки, то цена биткоина искала эту поддержку уже на 200-дневной средней скользящей. Так это было вот здесь. Также это произошло и вот здесь. Смотри, куда ушла цена до 200-дневной средней скользящей. Также это произошло и здесь. Именно 200-дневная средняя скользящая вместо 50-ти была поддержкой. Но вот здесь именно 50-дневная оказалась поддержкой. Именно поэтому цена биткоина не ушла ниже. Что это значит? Это значит, что прямо сейчас очень важно, чтобы именно эта 50-дневная средняя скользящая выступала в качестве поддержки, если мы не хотим увидеть большого провала цены биткоина до 200-дневной средней скользящей в обозримом будущем. Если же это 50-дневная точно так же, как в 2013 году окажется сильной линией поддержки, то мы увидим продолжение роста уже от нее. Поэтому хорошие новости рост в любом случае будет. Вопрос лишь в том, откуда от 50-дневной или от 200-дневной средней скользящей. Но если ты холдер, а не трейдер, тебя это вообще не должно волновать в принципе. Как, например, меня. Меня это абсолютно не волнует, потому что я держу свои монеты с таких уровней, до которых биткоин навряд ли упадет уже когда-либо. Насчет торговли я делаю около 5 сделок в месяц и мне хватает. К вопросу, кстати, о том, почему мы держим биткоин. Да, то, что на долгосроке мы получаем неплохие иксы, это тоже мотивация держать биткоин. Но сейчас я хочу тебе показать один очень классный твит, который мне понравился. Он написал, нам не понадобился бы биткоин, если бы мы могли доверять банкам, если бы мы могли доверять людям и если бы мы могли доверять правительству. Но мы не можем им доверять. Вот почему нам нужен план. Б. Биткоин. В мире, где нет доверия, успех биткоина или чего-то типа биткоина просто неизбежен. А теперь к новостям. Давай начнем с кардана, которая сейчас уже в топ-4 криптовалют на CoinMarketCap и оседлала 2 доллара. Ну какая же красота. 16% за сутки, почти 50% за 7 дней. Только лишь XRP с топ-5, не считая тезера, дал такие же проценты за неделю. Неудивительно, ведь у кардана сейчас очень много грядущих обновлений. Компания Input Output, которая является создателем кардана, опубликовала следующий пост у себя в твиттере. Обновление по Алонсо. Если что, это обновление, которое принесет в сеть кардана смарт-контракты. Мы рады объявить, что успешно создали Алонсо Пепл. И сегодня начинаем процесс регистрации тестеров. Алонсо Пепл это один из этапов на пути к полноценному запуску Алонсо. Это важный момент для кардана, который полностью ее изменит. И развернет смарт-контракты в основной сети кардана. Это обновление будет запущено в конце августа или начале сентября. Как только тесты закончатся, сообщает компания, мы проведем хардфорг кардана и откроем смарт-контракты для всех разработчиков, которые захотят присоединиться. Также мы уже работаем с биржами, чтобы они поддержали хардфорг. У кардана захватывающее будущее. Заключают они. Чайльз Хоскинсон, создатель кардана, у себя в твиттере также написал. После запуска обновления смарт-контрактов в сети кардана начнется безумие в хорошем смысле слова. Разработка тонны децентрализованных приложений, на которые уже есть спрос. Реддит и форумы заполнены этими проектами. И на этой карте мы видим эти проекты, которые уже готовы пользоваться смарт-контрактами в сети кардана. Следующая новость из мира футбола. Лионель Месси покинул Барселону и разбил сердца многим фанатам. Ведь он и Барселону это практически одно и то же. Сейчас он перешел в футбольный клуб ПСЖ. Чем это примечательно для нас, криптохолдеров? Дело в том, что Месси получит большую сумму криптотокенов, как часть оплаты за переход в этот футбольный клуб. ПСЖ объявил, что Месси это первый игрок в истории клуба, который подписал подобную сделку. Но это не самое интересное. Самое интересное то, что у себя в твиттере, где на минуточку 249 миллионов подписчиков, Лионель Месси рекламирует собственные NFT. Представляю вам первую коллекцию моих NFT. Это огромный толчок для NFT пространства, которое связано не только с эфиром, но теперь и с кардана после запуска нового типа NFT на блокчейне кардана. Это очень большая реклама для криптовалюты, и понятное дело, что это и есть большой момент в эволюции цифровых денег и спорта. Благодаря Лионелю Месси. Также в Reddit я нашел вот эту статью, в которой пользователь написал о том, что теперь принимает биткоины в барбершопе. Эти события сейчас кажутся чем-то необычным, но гораздо быстрее, чем мы думаем, они станут обыденностью. Никто ведь не удивляется сегодня, что за доллары можно что-то оплатить. Вот так же будет и с биткоином. Следующая новость связана со Stellar Lumens, чей блокчейн используется некоторыми странами для создания или тестирования своих ЦВЦБ. Чилийский ПИСО создан в виде стейблкоина на блокчейне Stellar Network. Он был разработан, чтобы предоставить более дешевую альтернативу ПИСО, и призван, чтобы упростить денежные переводы и само пользование чилийским ПИСО. Это очень хорошие новости даже не для чилийского ПИСО, а для Stellar Lumens и его держателей. Джек Дорси недавно объявлял о том, что видит биткоин не просто будущим интернет-денег, но и неотъемлемой частью Твиттера. Сегодня же он сообщил о том, что в этом самом будущем каждый аккаунт в социальной сети Твиттера будет привязан к биткоин-кошельку с поддержкой Lightning Network. Это протокол, который масштабирует блокчейн биткоина, делая его быстрее и дешевле. Эта новая функция в Твиттере может дать мощный толчок к принятию биткоина, так как твиттером пользуются сотни миллионов людей. Другие социальные сети могут последовать этому примеру. Представь себе такое будущее. Ты регистрируешься на форуме, в социальной сети или в каком-нибудь приложении и автоматически получаешь биткоин-кошелек. Зачем нужен банк вообще? Ripple опубликовал квартальный отчет, исходя из которого объемы XRP за второй квартал 2021 года взлетели на 98%. Торговля XRP по всему миру взорвалась во второй четверти 2021 года. Также именно в этом периоде XRP наблюдал самый большой торговый объем в своей истории. Скорее всего это происходит в том числе из-за активности Ripple в Юго-Восточной Азии, где услуги Ripple начинает использовать все больше и чаще. Тут же ликвидность по требованию, например. Ну и закончим мы эфиром. После хардфорка Лондон, каждая операция с монетами эфира сжигает некоторую их часть. Состоянием на 12 августа уже около 32 тысяч эфиров были уничтожены с помощью этого механизма сжигания. Это около 100 миллионов долларов. Кеви О'Лири комментирует эту ситуацию следующим образом. Если биткоин это твердые деньги из-за ограничения предложения в 21 миллион монет, то эфириум теперь пользуется похожими привилегиями. Только эфир уже не твердые деньги, а ультра твердые деньги, так как в перспективе с ростом спроса на него его предложение может даже уменьшаться. Если что, ребята, твердые деньги это деньги со стабильной или растущей покупательной способностью с течением времени. И еще одна хорошая новость для эфириума, его масштабирование и вследствие роста спроса на него. Оракулы чейнлинка были интегрированы в решение для масштабирования эфира Арбитром Ван. Это означает, что эфириум благодаря этому станет более быстрым и дешевым в использовании. Это не только хорошая новость для эфира, его пользователей и разработчиков, но и для самого чейнлинка, так как мы видим еще один способ его использования. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди и буду очень признателен твоему лайку. Такие видосы делать, признаться, тяжело. И очень много времени это занимает. Поэтому подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok